Всем привет, друзья! Хотел вам кое-что напомнить. Когда вы покупаете автомобиль с рук, то есть бэушный автомобиль, понятное дело, что нужно проверять все в автомобиле, начиная от двигателя, заканчивая кузовом. То есть какие главные параметры? Чтобы двигатель не стучал, не дымил и так далее. Чтобы кузов был не гнилой, чтобы тормоза работали, чтобы фары включались, руль крутился и так далее. То есть, в принципе, вот это основные параметры. Еще обращайте внимание на такие вещи, как, например, тот же самый прикуриватель. Работает ли он и работает ли вообще вся электроника? Итак, друзья, к чему же я все это говорю? Вручали человека. Вот он купил двенашку в соседнем городе. Хорошая двенашка 2003 года. В принципе, там кузов немножко переварен, подкрашен. То есть, ну, в принципе, удовлетворительно за эти деньги нормальный автомобиль. Пока он ехал обратно, у него возникла проблема. У него перестала работать печка, дворники. И вообще, как бы, электроника стала вести себя очень странно. То есть, это все произошло в процессе. Там где-то полчаса с того момента, может быть, час с того момента, как он выехал обратно. То есть, как только он купил автомобиль. До этого было все прекрасно, все работало, все хорошо. И вот он кое-как доехал, благо на улице была слякотная погода. То есть, не было сильного мороза. Стекло просто, конечно же, закидывало. Он купил новый моторчик печки. Он купил реле дворников. Естественно, все это нужно менять. И кто менял моторчик печки на двенашки, на той же, там, находится это все под капотом. Нужно снимать, разбирать жабу. То есть, как бы, это, в принципе, не сложная процедура. Но все равно занимает какое-то время. Реле дворников это вообще, в принципе, не проблема. И подрулевой переключатель заменить на двенашки тоже совсем не проблема. Но если бы проблема оказалась только в этом, то тогда бы было, в принципе, все хорошо, можно так сказать. Но, как обычно, проблема оказалась более глобальной. Не то, чтобы глобальной, но совсем в другом. В общем, поменял он моторчик печки, поменял он переключатель дворников, поменял он реле дворников и так далее. Но и, как бы, ничего не поменялось. Печка включалась на какое-то время. Да, то есть, она включалась. Грубо говоря, прогрев салона, она почему-то отключалась. В общем, это, как бы, самое интересное. И уже разбираясь в этой проблеме, обнаружилась такая ситуация, что кто-то когда-то подключал в прикуриватель. В общем, что-то у кого-то в этом прикуривателе очень хорошо замкнуло. Сам провод, он оплавился. Когда мы открутили нижнюю крышку, мы увидели, что он вообще практически голый. Даже никакого намека на изоляцию. Помимо этого провода к нему поприлипла масса других проводов, которые также замыкали между собой, обуглились, пооплавились. То есть, когда печка работала, видимо, никакого замыкания не было. Потом, когда проводка уже нагревалась, опять все начиналось замыкать, все начинало касаться массы друг друга, проводов, и все посклеилось и так далее. Я не знаю, как это вообще все работало. Плюс ко всему, еще сгорели пару дорожек на самом блоке предохранителей. Но это, в принципе, мелочь. Ребята как-то там восстановили эти дорожки. Поэтому обращайте внимание даже на такие мелочи, как прикуриватель. Обязательно проверяйте его работу. Включите печку на все скорости, чтобы она работала. Поворотники, дальние, ближние, стопы, туманки. Даже плафоны, которые на потолке, все освещение. Если есть электрозеркала, тоже проверяйте. Подогрев сидения. Все проверяйте. Все должно работать. Представьте, если бы это вовремя не заметили, и в какой-то момент могло произойти такое конкретное замыкание. То есть, как бы здесь уже, сами понимаете. Что касается продавца, не знаю, знал он на такой проблеме, не знал. Но, тем не менее, он об этом не упомянул. Значит, скорее всего, либо он про это промолчал, либо он, так сказать, сам не знал об этом. Хотя я сомневаюсь, потому что все-таки были проблемы с печкой. Я думаю, потому что он бы заметил, если бы она у него в процессе выключалась. Ну, как видите, вот такая вот бывает ситуация. Я это тоже себе возьму, так сказать, на заметку, что бывают вот такие вот моменты. На этом у меня все, друзья. Поддержите канал лайком, подписывайтесь на канал. Всем добра, всем пока.